Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор рынка, причем сегодня у нас недельный обзор рынка, поскольку в понедельник еще обозревать нечего, вчера были выходные, поэтому мы поговорим о том, о основных тенденциях, которые происходят сейчас на рынке и, соответственно, посмотрим, куда вообще можно инвестировать и вообще, что делать с этим рынком. Фьючерс находится на позитивной территории, даже несмотря на то, что еще вчера они показывали негативную динамику, но опять же к открытию фьючерс подтянулись, находится на позитивной территории, S&P находится выше отметки в 3100, закрепился там до выше 28000, то есть все индексы благоденствуют, все хорошо. Так ли все хорошо в американской экономике? Покажут номера за ноябрь месяц. Пока то, что мы хотим увидеть, мы хотим увидеть увеличение расходов американских консюмеров, американских потребителей, поскольку две трети американской экономики это потребление. И на самом деле это потребление может показать нам какую-то позитивную динамику, вот уже через полторы недели мы увидим продажи на Black Friday, возможно, они какую-то нам дадут позитивную динамику, ожидается повышение продаж по сравнению с прошлым годом на 4%. Не знаю, смогут ли компании показать это, смогут ли магазины показать такую динамику, скорее всего, нет, но тем не менее без потребления нет движения экономики наверх. Что показывает статистика? Показывает она следующее, что американские потребители большую часть денег тратят на товары первой необходимости. Они покупают продукты, покупают бензин, покупают машины. Они не покупают товары, такие как одежду, как электронику, как, скажем, какие-то товары лакшери. Они этого не покупают, поскольку, возможно, все равно у них в голове сидит осознание того, что скоро наступит рецессия, что такой уровень безработицы в 3,6%, как сейчас на 50-летнем лоу, долго держаться не может. И на самом деле ситуация слишком хороша, как «too good to be true», потому что на самом деле, если бы все так было хорошо, зачем же тогда Федеральный резерв снижает процентную ставку? То есть он в какой-то момент, то есть у нас был цикл 2018 год, конец 2017, начало 2018 года, то есть поднятие процентной ставки, поднятие процентной ставки, чтобы не допустить инфляции. Но опять же инфляции как таковой нету, то есть выходит и поднимали процентную ставку за ни за что, и сейчас опускают ни за что, потому что на самом деле, если все так в экономике хорошо, то зачем же ее как бы ослаблять, зачем же делать деньги более доступными, более дешевыми? Наверное, лишь потому, что и в Европе, и в Японии такое происходит. И сейчас, на самом деле, если мы берем долги таких европейских стран, и Японии, то очень большое количество денег, более полутриллиона долларов долгов торгуется с отрицательной процентной ставкой. Поэтому Америка, где еще процентная ставка положительная, еще привлекает инвесторов, так же, как инвесторов привлекает американский рынок, который на самом деле показывает самую лучшую динамику из всех рынков. Но на самом деле мы также видим отток денег, и на каждые 100 миллиардов вынутых денег из рынка лишь 15 на него возвращаются. То есть сейчас в рынке такая ситуация, как называется irrational exuberance, то есть нерациональное ожидание. Также у нас такое, как complacent, когда вот инвесторы думают, что ничего плохого с рынком не произойдет. Не то, что инвесторы fully invested, а как бы инвестор полностью, но на самом деле почти что полностью инвесторы сейчас заинвестированы в рынок. И на самом деле, когда происходит полная, как занятость или полная инвестиция в рынок, тогда становится вопрос, а кто новый будет двигать этот рынок наверх? То есть рынок может двигаться наверх постепенно, как это было, например, в 2017 году, когда не было таких явных движений, когда не было 30% прироста. Если мы берем, допустим, с вами Рождество 2018 года, декабрь, то с того момента рынок поднялся на 30%. Таких движений, конечно, раньше не было. Такие движения, на самом деле, ну очень такие серьезные. И что происходит, что просто вот сейчас как бы рынки, индексы взяли вот свои high buy storm, как это называется, blow out the tab, то есть взорвали вверх, соответственно, пошли выше. На самом деле, то есть все индексы находятся на годовом максимуме. И сейчас такая ситуация, когда многие, с одной стороны, ожидают коррекции рынка на 2,5-5%. Таковое ожидание до конца года. Хотя многие в то же самое время говорят, вместе с этой коррекцией, которая будет достаточно здоровым таким явлением для рынка, все ожидают, ну не все, но большинство ожидают роста рынка в 2020 году до отметки в 3350. То есть, мы посмотрим, это примерно 8% прирост рынка ожидается в следующем году, и возможно, это и произойдет. Но опять же, как многие говорят, мы должны пройти через коррекцию. То есть, мы должны пройти через коррекцию. Коррекция существует для того, чтобы те деньги, которые сидят в стороне, чтобы они вошли в рынок, чтобы они купили эти акции внизу, и, соответственно, чтобы заработали на этом деньги. Поэтому сейчас многие ждут этой коррекции, но непонятно, когда она наступит, поскольку многие, как бы, ну, я не знаю, то есть и поддерживаемые Федеральным резервом, поддерживаемые Центральным банком, американским правительством. Рынок на самом деле не хочет, как бы, показывать какой-то худший результат. Трамп хочет, наверное, войти в историю как президент, который показался один из лучших приростов рынка в течение своего правления, то есть, как этот год может быть засчитан вот за этот прирост. И поэтому, видимо, не хотят дать рынку шанса опуститься, и всякий раз, когда фьючерс пытается идти вниз, рынок выкупают. Вот уже 7 недель, то есть, или даже вот возьмем так, с октября, с начала октября мы не видели падения рынка более 0,4%. Такие компании, как Apple, Applied Materials, AMD, они уже движутся вверх на протяжении 7-8 недель. То есть, движутся безоткатно наверх в течение последних 7-8 недель. То есть, мы видим, что действительно в рынке, ну, такой полный эко-плейсмент, соотношение покупки колов и путов находится на историческом, вот, скажем так, значении, когда у нас колы превышают путы, то есть, путы практически не покупаются. До сего момента, по сути, у нас хеджирование не работало. То есть, покупка путов, по сути, хеджирование. Но сейчас, многие говорят, в таком рынке в условиях перекупленности необходимо хеджироваться, необходимо иметь в своем портфеле путы. Это, ну, на самом деле очень важно. И, как бы, ну, чтобы находиться в рынке, то есть, ну, чтобы не пропустить вот этого движения, то есть, работа, портфолио менеджеров заключается в том, чтобы находиться в рынке, когда этот рынок дает возможность заработать. Вот, если, допустим, они вышли сейчас из рынка, чтобы показать, допустим, вот этот прирост, который уже можно зафиксировать близко к концу года, инвесторы будут недовольны, то есть, их клиенты будут недовольны, что они, типа, не добрали, там, какого-то, там, скажем, там, пару процентов до конца года, не добрали. Поэтому они вынуждены находиться в рынке, но чтобы как-то себя обезопасить, они сейчас хеджируются. Значит, что еще интересного у нас в рынке происходит? Сейчас у нас, на самом деле, есть несколько таких интересных секторов, на которых я более подробно остановлюсь. В частности, это у нас сектор марихуаны, который испытал такое очень плохие пару месяцев. Если возьмем с вами такую компанию, как CGC, которая нам рекомендует покупать все штыки, то мы видим, что вот акция торгуется на своем годовом минимуме и, возможно, до конца года не будет идти наверх, потому что сейчас время начала декабрьского эффекта, когда инвесторы будут эту акцию продавать, так же, как они продают, допустим, при Lockup Expirations, так и они продают вот в конце года. Значит, если мы берем этот сектор, то, в принципе, он может явить собой неплохую альтернативу на следующий год. Вот мы видим также ECB, компания делает попытки сегодня роста, поэтому я бы все-таки порекомендовал, когда все продают, покупать вот марихуанные компании. Я бы, наверное, только бы купил CGC как лидера этого сектора и, соответственно, бы поддержал ее, пускай даже там упадет, докупился бы еще. Но вот я думаю, на будущий год акции этих компаний должны пойти наверх. Также сейчас интерес представляют некоторые клауд-компании, особенно те, которые были перепроданы. Если мы с вами возьмем такую компанию, как CRWD, которая у нас падала практически до 50 долларов, вот она сделала такой монстр движения, сделала в пятницу и, возможно, идет на разворот, разворот, причем такое движение на двойном объеме, возможно, идет на разворот. Посмотрите на нее, посмотрите также на акции компании NEWR, куда вот в третьем квартале зашло много mutual фондов, то есть вы видите, все эти компании были в плюсу в пятницу. И вот NEWR на самом деле очень неплохая компания, прибыльная, которую тоже можно покупать. Значит, как можно и покупать, наверное, компанию PLAN, которая вот у нас репортает уже на этой неделе, извиняюсь, на следующей неделе, да, на этой неделе, 21 ноября, она у нас репортает. Это у нас сегодня 18-е, через 3 дня эта акция репортает в четверг, поэтому можно ее обязательно, причем нужно ее посмотреть, возможно, будет движение, потому что эта акция с 60 откатилась до 40, вот тут, видимо, в районе 44-48 долларов произошла аккумуляция, акция достаточно долго там продержалась в этом диапазоне, возможно, ее аккумулировали, поэтому вот нужно эту акцию рассматривать. Значит, а что еще вот любопытно в рынке, вот нужно также находить вот компании, которые вот действительно есть потенциал, в которые вы верите, поскольку только если вы вот заработать в этом рынке нельзя вот на таких мелких движениях, заработать можно, зайдя крупной позицией в какую-то компанию, в которую вы верите, в которую вы видите потенциал. Вот я, например, сейчас, особенно после вот пятничного движения, вижу определенный потенциал в компании LK, это у нас китайский продавец кофе, аналог Starbucks, и мне кажется, что вот эта компания только начинает свое движение, она пробила свой годовой максимум, и, соответственно, мне кажется, что вот эта вот небольшая встряска сегодня, откат от хая будет, после чего акция продолжит свое движение наверх, и я как бы в нее вполне верю. Другие компании, опять же, ритейлеры находятся сейчас в такой зоне, то есть это один из секторов, который вместе с тем, что S&P у нас поднялся где-то с июля месяца, а ритейл-компании за этот период времени упали, это был один из таких неблагоприятных секторов, в которых, ну, если бы вы находились, то бы в нем потеряли деньги, поэтому сейчас, в преддверии праздников, можно на самом деле попытаться зайти в какие-то из этих акций, в частности, вот, я не знаю, вот, например, например, ну, мне, например, нравится компания Zoom's, Zoom's это компания, которая продает скейтборды, после хорошего квартального отчета акций компания опустились, она репорта с декабря месяца, репорт, скорее всего, будет хороший, поэтому Zoom's неплохая компания, GES можно тоже посмотреть, неплохая компания, которая тоже, вот, имеет ЗАГС нормальный рэнкинг, компания FIVE, вот, одна из лидеров ритейл-сектора, дисконтная компания, которая, ну, тоже, вот, упала за последнее время, была 148 долларов, сейчас 119 долларов, и, соответственно, можно также посмотреть акции компании OLI, тоже дисконтная компания, которая продает вещи со скидкой, и тоже мы видим, она серьезно так упала с начала года, поэтому тоже ее можно посмотреть. Значит, а что еще, вот, я бы посмотрел, ну, вот, тоже, вот, например, я бы посмотрел, и, может быть, даже зашел в акции компании WW, Weight Watchers, которая после, скажем так, не очень хорошего квартального отчета, она огласила новую услугу, которая, видите, с 31 доллара, когда акция закрылась после квартального отчета, она фактически вернулась на тот доотчетный уровень, 36 долларов, и, соответственно, эта акция тоже может подняться. Поэтому я сейчас рекомендую обратить внимание на акции прибыльных компаний, возможно, эти компании, которые находятся близко к годовому лоу, это не относится к WW, будут распродаваться в декабре месяце, и поэтому есть у вас хорошая возможность эти акции купить. Еще один момент, который я хочу отметить, ну, в направлении того, что рынок переоценен, что рынок должен скорректироваться, сейчас у нас, на самом деле, очень большая дисперсия между GAAP, а, как бы, ну, у нас есть General Accepted Accounting Principles и Non-General Accepted Accounting Principles, то есть General Accepted, это чистая-чистая прибыль, а компании, в основном, 90% репортуют Non-General Accepted Accounting Principles, то есть прибыль, которая включает в себя ряд, там, списаний, ряд чарджеров, то есть не прибыль реально, а просто вот натянутую прибыль показывают, то есть большинство из этих компаний убыточных. Так вот эта дисперсия между GAAP и Non-GAAP прибылью достигла своего максимума и говорит в пользу того, что реально многие компании деньги не зарабатывают, просто уже такое, как бы, было договоренность, что перейти на Non-GAAP, соответственно, ну, если бы просто компании репортали согласно General Accepted Accounting Principles, то 90% из них бы показывали убыток. Поэтому у нас сейчас очень много убыточных компаний, поэтому, в принципе, инвесторам все равно, куда инвестировать, то есть, будь то убыточная компания, будь то прибыльная компания, лишь бы она шла наверх. Также очень важно, что многие инвесторы, на самом деле, сама вот нивелировалась роль отдельно взятой акции, поскольку инвесторы инвестируют в ETF, а в ETF акция лишь составляет малую долю, то есть, согласно своему отдельному весу, в ETF. И, соответственно, важно поведение самого ETF, а не отдельно взятой акции. Поэтому акции могут идти вниз, чем идти длительное время вниз, в то время как индексы показывают рост и, соответственно, дают вам возможность заработать. Поэтому та стратегия, о которой я вам говорил, когда мы покупаем, скажем, ETF, и которые нам дают тройной возврат на S&P, они по-прежнему актуальны, они по-прежнему работают. И, соответственно, пока рынок тянут за уши, все это будет работать, все это будет продолжаться. Поэтому всегда легче купить отдельно взятый ETF или отдельно взятый индекс, чтобы вы были инвестированы в большую корзину, акции, а не в отдельно взятой акции, поскольку отдельно взятая акция может быть out of favor, то есть, ну, может просто быть неинтересный инвестор в данный момент времени, и она будет падать, и вы вынуждены будете в ней либо сидеть, терпя вот эти убытки, либо вынуждены будете выходить из нее, чтобы там, возможно, купить ее при развороте. И на самом деле, timing the market, когда вы пытаетесь продать акцию, когда начинаете против вас, и купить ее, когда начинает разворачиваться, очень неблагодарное занятие, вы тратите комиссионные. Я посчитал, что я лишь на комиссионные трачу там порядка, ну, я бы сказал, порядка там 12-13 тысяч в год, только на комиссионные, поэтому сократя ваши комиссионные при среднесрочной торговле, и, соответственно, просто вот торгуя, уже покупая то, что вы верите, в те компании, в которые вы верите, покупая их и не выходя, заходя, перезаходя, это, конечно, сослужит вам добрую службу, и даст вам возможность заработать на акции в долгосрочной перспективе. А сегодня у нас квартальных отчетов по большому счету нету, завтра квартальные отчеты возобновляются, будут кое-какие интересные отчеты, но пока я бы рекомендовал сосредоточиться вот на тех акциях, которые сделали свое движение, на акциях, которые торгуются на своем годовом максимуме, и, соответственно, не пытаться шортить этот рынок, пока этого шорта не видно. В принципе, на сегодня у меня все. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня. До новых встреч. До свидания.